В 2003 году вопрос, кто в городе будет главный, решался не в политических кулуарах серьезными дядями, а на муниципальных выборах рядовыми гражданами. По крайней мере так говорили знающие люди и многие горожане им верили. В условиях честных и прозрачных выборов главы Нефтьюганска от кандидата требовалось лишь одно качество. Ну умным должен быть в первую очередь. Ум, честь и совесть Нефтьюганска, сознание электората прочно закрепились только за одним кандидатом. Его фамилию знали наизусть даже аполитичные бабушки. Качева есть? Есть. Я его не могу. Это ваше мнение? За Качева. Обе мы идем за Качева. Я весь подъезд агитировала идти вообще, чтобы никто не спал, потому что наши должны победить. В итоге бабушки и прочие избиратели добились таки своего. Городоначальником Нефтьюганска уже второй раз подряд предсказуемо стал Виктор Ткачев. Он набрал 20 тысяч голосов избирателей, а занявший второе место господин Востриков только 5 тысяч. В то же самое время определяла степень доверия и другому отцу города, гражданину Ходорковскому. Партнеры Михаила Борисовича по опасному нефтяному бизнесу собрались в культурном центре, чтобы обсудить, как им жить дальше. Ну что, может о делах поговорим? Давай поговорим. Давай поговорим. Ну, говори. Главный акционер ЮКО САПА обещал, что прибыль уважаемых людей будет расти и впредь. И даже не за счет увеличения добычи нефти, а за счет сокращения издержек. На чем или на ком он собирался экономить, главный нефтяник страны предусмотрительно умолчал. Объемы нефтедобычи для нас не являются ключевым показателем. Ключевым показателем является эффективность. Поэтому показатель нашей компании сейчас находится на первом месте. Мы надеемся, что мы его будем держать. По странному стечению обстоятельств, вместе с ростом эффективности компании ЮКОС, в нефтеюганске росло и количество абортов. Медики подсчитали. За 2002 год в городе сделано почти 2500 операций по прерыванию беременности. И это при том, что школьники вроде бы уже научились пользоваться противозачаточными средствами. Ну, школьники у нас, конечно, больше презервативы берут. Но сейчас, в последнее время, когда очень часто приходят к ним лекциями, то девочки уже начали и таблеточками противозачаточными пользоваться. Во время выборов мэра нефтеюганска пожарные неутомимо боролись с огнем и местными дураками. Только за одну предвыборную неделю крепость их нервов шесть раз проверяли не в меру остроумные граждане, делая вызовы на несуществующие пожары. Еще одни слабоумные попытались развести костер у себя в подъезде в Су-62. У них получилось. Имена и фамилии идиотов установить не удалось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова